В любом случае для меня в центре всей моей деятельности лежат практики, связанные с созданием каких-то текстов. Вообще сам я долгое время находился внутри так называемой нежитагийской патической школы, которая как раз связана с фигурой Евгения Туренко, о которой я говорил. Самый известный из нее представитель, лауреат большой книги национального бестселлера Алексей Сальников, чей роман Петров и Гриппев позапрошлым годом экранизировал Кирилл Серебренников. Мы с Лешей начинали вместе в одной тусовке. Соответственно, там Евгений Туренко работал при нескольких летах и туда ходили к нему на занятия. Но это были не типичные занятия, когда какой-то мастер вещает, как нужно, а как не нужно делать. Они строились по другой системе. Это было очень интимное общение, что вы садились один на один, он смотрел тексты и какие-то вещи у них отмечал. И ты начинал видеть эти тексты другими глазами. И там, помимо меня и Алексея Сальникова, еще было несколько поэтов. В общем-то, с хорошей судьбой кто-то из них там. Например, Наталья Страдукцева была первая, кто получил самую первую премию дебют. Еще, по-моему, в 2000 году это была вагонка окраина Нижнего Тагила. Туда приехал первый и второй канал. Вот они эту самую премию ей вручали. Это Елена Сунцова, которая потом уехала жить в Америку и основала издательство «Айлурос», где издавала современную поэзию и прозу Екатерина Симонова, которая несколько лет выиграла одноименную премию поэзии. Ну и еще несколько поэтов с разной судьбой. Ну и мы все так или иначе друг на друга влияли прямо или косвенно, отталкивались от фигуры учителя, потому что поэтика Евгения Туренко была обаятельной и не попасться под нее. Тем более, это был человек, который активно писал, он постоянно менялся и он все время тебя как бы провоцировал на какие-то литературные игрища и не отвечать ему было трудно. В этом все время было ощущение такого игрового подвоха. Потом я переехал в Екатеринбург, Евгений Туренко уехал в Москву. Часть поэтов тоже перебазировалась в Екатеринбург или в Петербург или в Америку, как я уже сказал. И в Екатеринбурге там были другие трусовки, собранные по другим основаниям. Понятно, были какие-то поэты и есть вокруг союза писателей, но там все довольно тускло. Я первые годы поддерживал отношения союза писателей уральским, потом перестал, потому что это было довольно скучно, хотя они меня довольно много пытались к себе перетянуть. Я общался с товарищами, которые были вокруг меня, с которыми меня объединяли интересы в области живописи, в области музыки, тоже какие-то поэтические игры, буремые книги, созданные наперегонки. Ну и какие-то такие вещи, которые провоцируют вас на совместное писание. Потом я начал своих друзей издавать, ну и далее, и далее, и далее. То есть, да, конечно, круг есть, но он функционировал и функционирует на других основаниях. То есть, это не официальное объединение, а просто... Нет, почему школа, поэтическая школа? Евгений Туренко деньги получал? Да, да, у него была какая-то мизерная ставка в школе. Понимаете, я бы не стал отличать официально от неофициально, потому что вот Туренко где-то работал официально, но то, как он нам преподавал, он это ни с кем не согласовал. То есть, он все-таки контрабандой давал нам совсем не то, чтобы хотели от него получить чиновники. И очень важно, что даже если находишься в официальной организации, чтобы ты контрабандой мог протаскивать нечто как бы этакое, что взрывает умы и меняет сознание. Вот у меня, кстати, мы сегодня беседовали на тему, но не договорили, не успели. Я пока поищу текст. Да, хорошо. На тему того, нужно ли специальное образование поэту, нужно ли вот обязательно, ну не знаю, лит-институт или какой-то финфак, насколько это необходимо для того, чтобы чувствовать себя состоявшимся поэтом, признанным, или достаточно каких-то врожденных качеств и чутья какого-то... Конечно, нужно. На филфаке готовят поэтов. Да, конечно, нужно. Ты же должна это знать. Живой поэт после филфака, выживший после филфака и оставшийся поэтом... Но я был воечником на филфаке. А, вот это я тебе не спасла. Да. Морковь тоже кусок. Что? Морковь тоже кусок. Ты же упомянул Екатерину Симонову, да? Да, да, да. Так давай все-таки вернемся к теме стихотворения, посвященного его в ее мужу. Так, найти его я не могу, я попытаюсь вспомнить, но я боюсь, что я могу забыть, и будет неловкий момент фрустрации. Дим, я тебя сейчас как в школе посажу, вот здесь предучительские очи, и буду цыкать на тебя огромное. Даже нам здесь слышно. Сейчас я сделаю последнюю попытку, если нет, я попытаюсь по памяти. Извините, пожалуйста, за заминку. Я просто не думал, что придется эти тексты, которые я, в принципе, более или менее люблю читать. Так, я как будто бы не ответил на какой-то вопрос. Про образование. Про образование, ну, говорю, да, я учился на филфаке плохо, поэтому я не думаю, что это может как-то повредить. По-моему, все-таки нужна просто внутренняя гибкость, стремление меняться, да, и стремление познавать. То есть этого достаточно, чтобы что-то получилось. Какой диплом ты защищал? Я писал по жанрообразованию в уральской поэзии на основе трех главных жанров – элегия, ода и баллада. Собственно, я… Уральской современной поэзии? Нет, я брал 18-й век, 19-й век, 20-й век и 21-й век. То есть я жанролог, получается. Ладно, я попробую установить текст, уж прошу прощения, если я его не вспомню. Так, уже плохо. Хорошо. Константин Симонов. Жди меня, и я дождусь там, где спят дожди. Посреди тебя и пусть ты не посреди. Переулок, голосов, ветер, высоты. Так, вот уже все. Прошу прощения. Все, видите, текст. А, я его почти нашел, кстати. Я считаю, что половину можно оставить. Критики своих текстов, к сожалению, на мои тексты не так много выходит критики, как бы мне хотелось. Мне не хватает отдачи. Но вот в прошлом месяце, наконец-то, в журнале «Новое литературное обозрение» в московском вышла большая, наверное, самая большая рецензия на мою новую книгу, которая вот у меня лежит под ногой. И я был рад, потому что там несколько важных вещей о моей поэтике, которые я для себя сильно не рефлексировал, но которые, видимо, там есть, они и существуют. Но в целом, как правило, я испытываю некоторую досаду, что, так как у меня бэкграунд такой, что я уральский поэт, поэтому если обо мне пишет кто-то из Москвы или Петербурга, то, как правило, надо подчеркнуть, что у меня бэкграунд уральский, что я был в Ниждагильской поэтической школе. А то, что есть как бы именно в этих текстах, да, не бэкграунд, который как бы находится за моей творческой биографией, это как бы не попадает к нему. Поэтому, да, довольно часто бывает такое ощущение, как бы, досада, да. Вот, ну, ничего тревожного, да, в этом. А вот критика именно твоих произведений, именно вот в критическом, не с точки зрения рецензии, а вот если тебе говорят, что что-то ты пишешь не так, что-то ты делаешь не так, вот твое отношение к такому говорят вообще так? Ну, вот. Разумеется, это, с этим я довольно, ну, довольно часто сталкиваюсь с самого начала, как я пишу стихи, но в этом я как раз не вижу проблемы, потому что чаще всего люди, которые говорят остро, как бы критически, они часто не готовы предъявить какую-то хорошую аргументационную базу под этим. Потому что, как бы, филологи или критики, да, они имеют, ну, они имеют какую-то конфтуальную базу, да, идеологическую какую-то базу, они имеют круг интересов, из которых они свое мнение формируют, да, и ты, как бы, понимаешь о том, откуда они берут свое мнение, и что это, как бы, может для тебя значить, или может и не значить. То есть ты понимаешь их культурные коды и уже оцениваешь, стоит ли прислушиваться к их мнению или не стоит? Ну да, 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 как правило, да, вы правы, пожалуй, так и происходит. Поэтому, да, критика редко бывает зубодоробительная, хотя наверняка были, были, были случаи и тяжелые. Конечно, критику тяжелее всего получать от близких людей, да, близких поэтов, чьи мнения тебе кажутся значимым, да, они, например, тебя игнорируют, либо говорят о тебе, как бы, как бы вскользь. Скажи, а как ты относишься к интерпретации твоих текстов? К интерпретации? Ну, вот... Да, дело в том, что вчера в интернетах появилась интерпретация твоих текстов. Да, по-моему, Василий выкладывал давнюю интерпретацию, интерпретацию моего текста, и она довольно забавная, я, как бы, получаю удовольствие от этой интерпретации, потому что мои тексты чаще всего сделаны так, что их можно поворачивать в разные стороны, да, если от них, как бы, не отмахиваться, как от темного, закрытого такого мусора, который надо выбросить в открытый космос, еще более темный, если, конечно, в космосе есть темнота, то, да, интерпретация это забавно и иногда даже положительно. Конечно, да, в интерпретациях много произвольных элементов, да, но если эта произвольность, она изобретательная, она дает тебе нечто новое, это оживляет, это оживляет, да. Можно я иду, пожалуйста? Да, нужно. Мы вот тоже еще обсуждали эту тему, что, как бы, как подходит поэт к какому-то предмету, ну, вот как у Канта вещь в себе, поэт хочет ухватить эту вещь в себе до вот того, как наш мозг ее закодирует вот всякими фреймами и паттернами и опознает ее. Поэт хочет обогнать мозг и ухватить эту вещь, вещь в себе, как-то вот в ее первозданности. А, в общем-то, критик, он идет уже все-таки за фреймами, за паттернами, и вот за тем, как мозг кодирует, критик не обгоняет мозг, критик вместе с мозгом идет. Вот. Ну, да, я здесь тоже делаю ремарку. Я вот, если пишу критику на каких-то поэтов или пишу, не знаю, письмо о каком-то поэте для какой-то премии, куда я хочу его номинировать, мне важно посмотреть, да, на какой-то срез текстов этого поэта и попытаться выстроить какую-то модель, с помощью которой эти тексты можно будет воспринимать чуть, как бы, легче, продуктивнее, извлекать из них больше смысловой какой-то обогащенной руды. Да, пожалуйста. Скажите, вы, вот, Екатерина упоминала, что вы музыкант, вы пишите музыку, если да, то можно послушать. Я в основном пишу песни, да, я раньше играл на бас-гитаре, да, тексты я тоже пишу, да, ну, я просто могу где-то записать название коллектива, в котором я играл, потому что сейчас я уехал оттуда, где этот коллектив, и мы только дистанционно работаем. Но это довольно агрессивная музыка, я не знаю. Ну, назови, назови, да, свои проекты. Музыка агрессивная или тексты? Ну, и музыка агрессивная, и тексты, в принципе, агрессивные, да, вот, то есть это не хэви-метал и не дес-метал, конечно, но она, как бы, агрессивная в плане того, как она воздействует на восприятие. Ну, хардкор, да? Элементы хардкора там используются тоже, да. У некоторых, да, вайтамин йод, ну, то есть витамин молодость, один коллектив, в котором я играл и играю, получается, более 10 лет. Это панк? Ну, это такой изобретательный панк-то, с тремя гитарами, раньше у нас был саксофон и флейта, у нас джазовый барабанщик довольно изобретательный, и два вокалиста. Один из них я, я в основном ору, шепелявлю, пыхчу, говорю шепотом, и второй вокалист, только он из Приднестровья, у него такой, как бы, прям балканский, как бы, дух. Ну, что-то такое. И вот, вот мы делаем такую вот полифонию, в общем, полифонию. А еще, что там? Да, еще, да, еще у меня есть два проекта, один вот новый, в котором я играю, получается, меньше полгода, там я снова играю на басу, я не играл на басу с тех пор, как стал выть голосом, там мягкая блюзовая музыка с переходящими, развивающимися гармониями, в общем, инструментальная, довольно аккуратная. И другой проект, такой, юрнический, иронический проект под названием «Дазман Газманова». Это проект клубный из двух человек, его делал мой друг, который техномузыкант и диджей, и мы вместе с ним на пару писали, иногда пишем тексты и мелодии. В основном, это тексты, которые высмеивают какую-то актуальную повестку, там, гендерную, феминистическую, связанную, не знаю, с экологией и так далее, и так далее. В интернете есть послушатели? Ну, да, да, все это в интернете, в общем-то, можно найти при желании. А, и вот, да, тоже был вопрос, как раз, связанный с музыкой. Поехали, в сериалнишко у тебя. Да вы просто стоите, или вам так тоже... А, я не могу было сидеть вообще. А, понятно, да, я тоже, да, извините. Да, вот мне тоже хочется вам сказать, может, вам тоже неудобно сидеть. Хотят, чтобы ты стоял перед ними на выдержку? Ну, на выдержку я не умею, потому что я не люблю вот эти вот все вещи, связанные с муштрой. Я их не выношу. Ну, а постоять, походить я могу, потому что... Так, я так много поэзии и музыки. Так вот, по поводу поэзии и музыки я жестко разделяю тексты, которые пишутся для песен, и тексты, которые пишутся для стихотворений. То есть, тексты для стихотворений, они, как правило, более густые. Они требуют восприятия глазами, они всякой смысловой оркестровки требуют, да, вот использовал музыкальное слово. А тексты для песен, я, как бы, сразу их пропеваю, пытаюсь выявить какие-то гармонические, мелодические ходы, как можно голосом выделить то или иное место, да, и сразу пишу, получается, их вот создаю, как бы, мелодию и текст одновременно. Так неприятнее, да. Микрофон, это текст, который вы предлагаете песенку. Ой, послушать, как послушать. Микрофон сзади тебя, спой. Ну, не знаю. Нет, он не работает. Ну, да, я петь не буду, я просто... Текст. Да, я просто перескажу текст. У нас был... Вот один из первых текстов нашей группы под названием «Витамин молодость» назывался «Медицина». Текст такой. Он немного отличается от того, что мы стали делать позже. Я прихожу к врачу, она лечит, я лечу. Она мой практолог, у нас созрел диалог. Я твой лечащий врач, пожалуйста, только не плачь. И прекрати нытье, у нас будет дитё. Медицина, сына, сына. Я жду от тебя, сына, сына, сына. Я могу продолжить. Она говорит, посмотри, он копошится внутри. Зачем я пришёл на приём? Мы с врачом остались вдвоём. Я не хочу детей ни от каких матерей. Она не хочет близнецов от никаких отцов. Медицина, сына, сына. Я жду от тебя, сына, сына, сына. И третий куплет. Я ухожу от врача. Моя рука горяча. Прости меня, моя врач. Я был слишком горяч. Я не хотел дитя, но ты отдалась мне вся. Говоришь, приходи к сентябрю, к сыну, богатырю. Ну, то очень актуальный вопрос тогда. А как же Егор и Эдов тогда? Вы не только какие тексты, а вы тут какие-то врачи-медицины. Да, я говорю именно про свой подход. Я понимаю, у вас такой негилистический оргаз Настадамуса, да? Тоже оргаз Настадамуса, тоже вряд ли можно читать как стих. Да, но там бывают сильные строчки. Ну, там не бывает. Да, я не договорил. Летов, фигура Летова нам важна, потому что он, благодаря своей экспрессии, Настадамус выступал на концерте памяти Летова, наша группа. И мы играли пять его песен с большим удовольствием. Мы вот собрали Летова как бы под себя и отдали, собственно, дань Игорю Федоровичу. Гуляю только о ком, о ком-то певце речь, да? Да. Вот потом обзываю еще более, как всегда. Стихи. Чего-нибудь нашел? Стихи? Ну, я могу почитать какие-то тексты более среднего периода, еще до того, как я перестал стихотворение рифмовать. Последние шесть-семь лет я полностью отказался от рифмы, потому что она мне, ну, кажется, селопотаническое стихосложение, ну, исчерпанным для меня. И поэтому я стал писать несколько по-другому. Сейчас я открою тексты рифмовать. Кстати, ты называешь свои стихи текстами. Это... Это у меня как раз-таки идет из того периода, когда мы много работали над стихами, делали правки. То есть, слово текст, это означает, как бы, стихотворение в рабочем, как бы, процессе, да? Стихотворение как нечто живое, с одной стороны, и это не добавляет ему сакральности, которую ему дает вот это слово стих, стихотворение, вот это огромное, каракатица слово с двумя корнями. Да, тут все-таки текст, да. Я прочитал текст, я справился с текстом, да, чтобы как-то вот не завышать. Какая снял трек. Что? Песня называется так. Песня, ну, нет, это немного другое. Ну, может быть, да, надо подумать об этом, спасибо. Хорошо, прочитаю, прочитаю текст вот такой. Прощание. Ты забыл, куда я шел, и теперь пусти, раньше было хорошо и легко почти, где в игрушечной реке брызгалась вода, оглянулся вдалеке и исчез. Куда? Где за ором разговор, выпуклая речь, опустил глаза во двор, некого стеречь. Я слушался того, кто стучался в дверь. Раньше было ничего, хорошо теперь. Ну, еще несколько текстов. Я не думаю, что стоит, да, хлопать подскажет. Я прочитаю текст, наверное, один из самых трудных для меня текстов, который я переписывал 8 или 10 раз. То есть я первую строчку из него нащупал в 2010 году, когда гулял по парку. И потом я не мог подобрать по силе к этому тексту оставшееся стихотворение, да. Оно все, как бы, казалось слабее и проваливалось. Я как бы мучился и каждый год к нему возвращался. И вот сейчас прочитаю последний вариант, после которого я уже, ну, скорее всего, не буду возвращаться к этому тексту. Во-первых, я устал. Во-вторых, я предположу для себя, поставлю крест, скажу, ладно, у тебя все получилось, спи. Текст такой. Когда не бог судья, присяжные ли вы, идете наугад в свой захудалый лес, в широких рукавах обветренной травы, угадывая тень опущенных небес. Вам снится темнота под твердой бахромой, где траурные сны становятся ничем. Мне нравится не спать, я так хочу домой, в безветренную углу, где нет меня совсем. Вы видите мой лес, светящийся внутри, как горизонт, как вдох, как влажные зонты. Он ясен, словно тень, но ты его сотри, он больше не отдаст ни капли темноты. Он служит подли вас, усохшие венки, где почва из-под ног выдергивает свет, где женщины во тьму вплетают позвонки. Мне непонятен лес, которого здесь нет, то женщины, то я, откуда мы взялись. Обматываем лес искрящийся фольгой, и небо не видать, и небо смотрит вниз, и стала тьма другой. Я не до ума к тьмы, я выродок дверей. Пойди меня спроси, зачем тебе глаза? Ведь темнота есть только у поводорей. Когда они ведут, подглядывать нельзя. Было непонятно, из какого пространства в тексте ведется речь, и мне надо было это нащупать. Видимо, бывает странное явление, когда приходит строчка, и она оказывается тебе, нынешнему, не по силам. То есть она как будто бы попадает не из того времени, не из того ощущения, потому что в языке неофиксированном происходит очень много процессов, которые благодаря практикам могут вытаскиваться наружу. Вот, видимо, здесь произошло что-то подобное для меня, по крайней мере. Руслан, а ты можешь рассказать, помнишь, про такие техники, как дон-вейта или блок-аут? Для чего? Ну, интересно. А, Василий, я начну вот с того. Василий как бы клонит меня в тему, что я довольно долго занимался поэтической педагогикой. Я пошел по стопам своего преподавателя, и я тоже вел несколько поэтических кружков. Первый назывался пульс, второй назывался, по-моему, форма, третий назывался амба. В общем, они довольно однообразно назывались. И на этих кружках мы делали различные поэтические практики, которые позволяли взорвать бессознательное, взорвать какой-то барьер, словесный зажим, чтобы начать писать по-другому. И там применялись различные практики, которые я где-то вычитал. Как, например, практика под названием «Блокаут», она довольно популярная. Когда вы берете любой текст, проще всего как раз брать какую-нибудь стандартную советскую книгу о заводе. Производственный роман, прекрасно подходит. И вы берете маркер черный и вычеркиваете из него большую часть слов. Оставляете только несколько слов, которые дают какие-то новые непредсказуемые смыслы. Получается, как бы блок-аут. Вы как бы затемнили, и из этой темноты небольших оставшихся слов появилось какое-то новое поэтическое существо. Использовали мы практики, что дети у меня работали с поисковыми запросами. Когда вы начинаете гуглить наугад или через Яндекс разные вещи, потом делать скриншоты и из этого монтировать стихи. Понятно, можно монтировать стихи из фраз, услышанных на улице. Потом, я помню, мы делали практики с какими-то картинами, когда вы заполняете текстами какие-то высветленные зоны. Потом сканируете и оставшиеся, еще как-то обрабатываете. В общем, есть множество практик мы с детьми использовали, чтобы у них освободить их внутреннее языковое поэтическое. Вот. Я вот ушел в это. И как сейчас отрабатываете? Ну, как вам сказать? У меня есть несколько учеников, которые выпустили свои книги и продолжают писать. Их вот за все годы моего преподавания человек пять, наверное. Мои дети, как бы, наоборот, в первом так же занимался. Да, да, да. Это уже не новое, это еще 40-е годы. Я не говорю про новизну и про принцип вот этой коллажной нарезки Бероуз. Хотя Бероуз, конечно, для меня очень важная фигура. Бероуз, как никто другой, умел освобождать язык от смыслов идеологических, которые на него наваривались. Дело тут не в новизне, а дело в том, чтобы это было ново для того, кто этим пользуется в ходе педагогической деятельности. То есть ты раскрепощал? Да, раскрепощал, конечно. Здесь очень важно заниматься интересной деятельностью. Просто мне тоже много лет в южки, разных этапов. Поэтому, если мне интересно, они не хочу делать. И в этом отношении это здорово, что у вас разные какие-то люди работают. Да, мы с детьми, правда, старались развлекаться, как могли. Но, правда, вот ваш вопрос на том, сколько остается. Даже если, а я старался работать индивидуально с каждым ребенком. То есть есть, конечно, небольшое количество коллективных практик, что-то делать. Но чаще всего вы садитесь вдвоем и что-то дорабатываете. Вы находите подходы, значит, этот ребенок закомплексованный, закрытый. Ему нельзя резко что-то высказать. Он напугается. Поэтому надо как-то аккуратно ему говорить. Даже при таком аккуратном раскладе из 10 человек, пришедших, может остаться один. А бывают годы, что и ни одного не остается. Но при этом прошло 10 лет, есть люди. И многие из них стали моими друзьями. И мы как бы все это, вот эта градация учитель-ученик, а мы как бы находимся в одном поле. Да, прошу прощения, у вас был вопрос. Я прошу прощения, если я нарушаю план вечера, скажите, а можете посчитать свежие, неспешно, но это время? Ну, так. Да, тоже интересно. А свежие вот? Про Камчатку. Ну, про Камчатку я сейчас пишу очерк, но он не законченный. Там просто какие-то отрывки, которых я еще буду монтировать. Камчатку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова